Приветствую вас. Я думаю, что здесь Андрейсон так однозначно как, кажется, на первый взгляд. Дело в том, что с одной стороны все в какой-то степени довольно очевидно. Как психолог, я не могу сказать вам, правильно вы поступили в этой ситуации или нет, потому что вы поступили так, как поступили. Я могу обратить ваше внимание на то, что почему-то ваша девушка опрашивается у вас куда-то погулять, почему-то вы считаете для себя возможным ее отпускать, почему-то вы считаете для себя возможным ее проверять, почему-то вы считаете для себя возможным факт того, что она гуляет и общается с какими-то парнями, да, достаточно, чтобы развернуться и уйти и не брать трубку. Хотя, ну, как бы, если мы говорим, например, про измену, да, там как бы ничего нет. Зачем это свидетельство? Вот это свидетельство, первое, о контроле, то есть вы контролируете свою девочку. Второе, о ревности. И зрите они о неуверенности в себе, потому что вы спрашиваете, правильно ли вы поступили, желая получить одобрение. И если вы, например, считаете, что, или чувствуете, лучше буду сказать так, чувствуете. Если вы чувствуете, что контроль, ревность, недоверие, это не совсем то, что вы хотели бы видеть в отношениях своих. Например, вы хотели бы не ревновать, не контролировать, доверять, если вам чувствуется, что вы не являетесь сам собой в этой ситуации. В отношениях. То можно с вами поработать и мощно ситуацию исправить. Начать я, например, предлагаю с того, чтобы постараться посмотреть на чувство любви, что есть у вас по отношению к своей девушке. И посмотреть, на что оно направлено, на что это за чувство. Постарайтесь сформулировать свою любовь к девушке фразой «я» и «она». То есть моя любовь, я ее люблю и я хочу для нее, например. Или моя любовь проявляется в том, что оно и так далее. Так вот определить направленность к любви нужно. Дальше. Вам стоит для себя решить данные вопросы, вам стоит для себя решить данные моменты, после чего, в принципе, я не вижу особых причин, особых препятствий для того, чтобы поработать над тем, что вы сами считаете новым. И то, что вы считаете проблемой, то, что вам не хочется, то, что вам кажется, кажется, вредит вам, это можно исправить. А не в таком, не в такой форме все преподносить, что правильно я поступил или нет. Как бы мне кажется, что эта позиция не совсем корректна. Вот. То есть эта позиция больше связана с тем, что вы в психологии видите авторитет. Вот. Именно авторитет. Именно авторитет. Не специалисты, которые помогут вам, а именно кого-то стоящего надо. Вам. А это не так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Я надеюсь, что это будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...